Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию наших передач, посвященных проблемам просветительства, проблемам литературы и проблемам русского языка. Но мы с вами не случайно будем говорить сегодня о русском языке, потому что русский язык составляет, во-первых, основу нашей жизни, во-вторых, это основа любого литературного творчества. Вспоминая историю русского языка, мы можем говорить прежде всего о великом нашем гениальном поэте Александре Сергеевиче Пушкине, который был фактическим родоначальником современного русского литературного языка, ну, конечно, не такого, на который сейчас говорят герои наших сериалов, а настоящего, нормального русского языка. Русский язык в нашем мире, он подвергается, к сожалению, серьезным искажениям. Мало того, мы знаем, что в некоторых странах бывшего СССР русский язык является чуть ли не яблоком раздора между теми, кто хочет говорить на нем, и между теми, кто запрещает говорить на нем. Но, чтобы ответить на проблемы, связанные с русским языком, особенно сегодня, в год, который объявлен годом русского языка, мы пригласили в нашу студию очаровательную женщину Наталью Владимировну Антоненко, доктор психологии, член-корреспондент Российской Академии Науки и Академии Безопасности. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый день. Наталья Владимировна, ну, сразу первый вопрос к вам. В чем заключается сущность русского языка? Как вы понимаете? Трепет охватывает при мысли о русском языке. Это трепет торжественности, величия, достоинства, и возможность говорить о русском языке, о его значении и роли в мире – это великое благо. И ваши передачи открывают новый свет, свет русского языка. Надеюсь, что нашим телезрителям очень понравится наша сегодняшняя тема, потому что мы сегодня посмотрим на русский язык с несколько необычных и разных аспектов нашей жизни. Если мы с вами говорим о сущности русского языка и заглянем для того, чтобы уточнить эти понятия в современной словаре-энциклопедии, то мы с вами увидим вот такую картину. Мы увидим здесь, что язык – это система звуковых, словарных, грамматических средств, которые активизируют работу мышления. Что язык – это совокупность средств, выражение в словесном творчестве, это стиль, что язык – это система знаков, то, что выражает, объясняет любое явление. Однако эти определения требуют качественно нового дополнения. А именно, язык – это открытая, живая, энергоинформационная, нелинейная система. Это система чувственных, сенсорно-моторных, символьных, логических, лингвистических конструктов, которые существуют для восприятия человеком информации из окружающего мира, переработка, воспроизведения этой информации и архивирования ее в кинофонд. Поэтому язык, как живая система, нелинейно открытая, это и есть ключ к наследию прошлого, который позволяет нам овладевать теми накопленными богатствами, которые существуют, совершенными достижениями человеческой мысли. Язык – это то, что человека отличает от животных. Мне бы хотелось сейчас привести цитату Михаила Васильевича Ломоносова в подтверждение этих слов, что отличаемся мы от животных. «Если бы каждый член человеческого общества не мог изъяснить своих понятий другому, – говорил Михаил Васильевич Ломоносов, – то бы не только мы лишены мы были согласного общих дел течения, который единением разных мыслей управляется, но и едва бы не хуже ли мы были диких зверей, рассыпанных по лесам и пустыням». – Извините, я, конечно, сразу хотел бы вступить, но ведь у животных тоже есть какой-то специфический язык, который даже один, я знаю, ученый английский пытался изучить язык гусей. Они тоже издают какие-то звуки, но вот чем отличие-то в чем? – Безусловно. Дело в том, что нейрофизиологи определяют сейчас определенные структуры систем головного мозга, которые ранят человека и животного. Это так называемые два первых контура головного мозга. Первый называется биовыживательный или материнский материнский, второй называется эмоционально-территориальный владением территории. Вот те эмоции, которые при помощи своего животного языка выражают животные, это как раз и есть второй контур. Но человек – существо эволюционирующее, и именно третий контур головного мозга, чисто человеческий, называется времясвязующее, простите, семантический, который как раз отвечает за речь, за язык, за осознанную, логическую, построенную речь. И вот этот контур как раз выделяет человека из мира животных. Мне бы хотелось отметить о том, что язык еще и хранилище мыслей, память, которая вот осуществляет связь с временем поколений. К сожалению, животные владеют вот этим в маленькой толике. Язык… У них на инстинктах все-таки, да. Да. Язык – это дом бытия, утверждают философы. И именно язык есть то, что обеспечивает общность мироориентации. Язык, русский язык – это, можно сказать, русский дом бытия. Это целая философия, это образ жизни. Русский язык, мне бы хотелось сейчас еще одну цитату. Замечательно сказал Константин Дмитриевич Ушинский о том, что язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое, живое целое. Вот русский язык, то русское живое целое, что мы с вами наблюдаем сейчас, это не просто система знаков, система, с помощью которых совершается человеческое мышление, самовыражение, общение. Я позволю себе поставить еще одну картинку для того, чтобы на языке науки сказать о том, что является сущностью языка вообще. Действительно, он расчленяет мир на дискретные понятия, присваивает отдельным элементам мира определенные значения и особым образом их классифицирует. И вот этот особый образ классификации, в этом и кроется таинство русского языка. Здесь всегда у русского слова, как говорил Николай Васильевич Гоголь, есть бездна пространства, оно необъятно, как поэт. Русский язык, как говорил Маяковский, это поэзия, а поэзия, это всегда езда в незнаемое. И русский язык, это то великое таинство, которое позволяет в человеке открывать то новое о себе, те скрытые ресурсы, приближаясь к своему высшему потенциалу, к своему предназначению, подсказке в языке. Вы знаете, Владимир Владимирович, когда переводят классиков, например, с английского языка, там Шекспира или кого еще, то обращает внимание, что в русском переводе, в переводе порой монологи звучат более красочно, чем даже в английском, потому что у русского языка действительно столько красок, столько моментов. И какие-то вещи мы в русском языке додумываем сами. Вы говорите, как ученый, сейчас я как писатель. Мы додумываем сами. Например, мы можем сказать, «Я в лесу». То есть мы уже видим, вот эти краски, вот леса. Но в английском языке, конечно, мы не скажем «Я в лесу», можем сказать только «Я есть в лесу». Да? Да. Вот, ну, извините. Вы знаете, совершенно справедливое такое замечание. Первые риттеры говорили, «Заговори, чтобы я тебя увидел». То, что говорит человек, смысл, то, как говорит человек, это музыка. И каждый человек — это есть такой конгломерат смысла и музыки. Каждый человек — есть мелодия, которая звучит. Иногда это благозвучие, иногда это, к сожалению, какофония. Но это всегда неповторимое звучание. У человека всегда есть выбор совершенствоваться, развиваться, или идти в гармонию, или, так сказать, в противоположную сторону. Но каким бы образом человек не существовал, его высшая цель, в работе Павлова есть такая уникальная мысль, что высшая цель человека — это быть счастливым. То есть рефлекс цели — это быть счастливым. И, конечно, вот через ту гамму пропорций гармонии, как когда-то говорил Альберт Эйнштейн, который позволяет делать добро легко, а зло трудновыполнимым, и должен существовать человек. Вот русский язык, он существует вот в этих же пропорциях. И когда человек говорит, и мы наблюдаем его языковой портрет, мы видим культуре, или невежество, образованность, или противоположное этому. Вот тут бы мне хотелось перейти к роли русского языка с точки зрения функций, которые определяют его сущность. Да, какие функции определяют сущность русского языка? Дело в том, что роль русского языка изучается рядом наук, философией, психологией, педагогикой, этикой, психолингвистикой. Последнее время изучается даже такой научной дисциплиной, как экология, как социальное управление, как генетика. Вот мы чуть позже о том, как это в генетике поговорим обязательно. Вот в этом ключе определена не только природность сущности языка, но и его функции. И учеными на сегодняшний день выделяются функции. Я вот покажу сейчас такую картинку. Пять функций. Это функция информационная, которая обозначает выработанным человечеством способ символического обозначения знаний о явлениях мира. Это функция кумулятивная, которая заключается не только в способности быть хранителем, но и накопителем знания о социальном опыте человечества. И вот тут язык и его динамичная пластика почти полностью могут замещать генетическую память, наследуемую каждым поколением, но главное обеспечивает и способность опереться на совокупный предшествующий опыт и быть инструментом его обновления. Коммуникативная функция русского языка в особенности письменности, в особенности письменности обеспечивают универсальное общение, непосредственное или опосредованное, координационная функция проявляется в двух ипостасях. Ипостасях согласования, совместных действий людей при помощи языка, это возможно, и руководство, то есть необходимостью постоянного обозначения, выражения намерений, необходимых действий по руководству людьми. Вот, кстати, те, кто владеют вот этой координационной функцией, это блестящие лекторы, политики, успешные бизнесмены. Рефлексивная функция проявляет как способ самопознания, самовыражения, самоанализа человеком от сократовского «познай самого себя» до роденовского «мыслителя» и до бездонного духовного космоса героев Достоевского, Булгакова, Атматова и ваших героев. Спасибо. Вы знаете, я слушаю вас и вспоминаю роман Джорджа Оруэлла 1984-й, когда они решили полностью, ну что ли, довести население до состояния, ну, таких что ли, скотов, они отняли способность мыслить. Ангсоц, рожденный новый язык, в котором ликвидирована вся прошлая память. Вот то, о чем вы говорите. Памяти нет. Нет просто обозначений. Плохо живет, человек даже не знает, что за обозначение, что это за слова, как обозначить свое. Вот. Ну, извините, я вас перевел, продолжайте. Это продолжение существует вот в различных, даже литературных версиях. Если мы сами вспомним роман Чиргиза Айтматова «И дольше века длится день», о легенду о сыне Манкурте, когда потерял он память, человек без рода, без племени, человек без этоса, без личностной парадигмы своей. Это человек-раб, это человек-зомби, это человек, которым легко управлять, манипулировать. Это человек, который выращивается для обслуживания других людей. К сожалению, вообще эта тема очень актуальна, но это заслуживает вообще отдельной отдельной нашей беседы. Возвращаясь вот к тому, что о функциях языка существует такое понятие, как и сужение функций русского языка, дисфункциональные проявления понятий суждения, так называемых перевертышей, выраженных языком иногда бессознательных ошибок, заблуждений, но также и сознательной дезинформации, разрывом коммуникации, выражения каких-то иллюзорных представлений, которые влекут за собой безграмотное, безнравственное поведение. И вот дисфункциями языка, то есть если эти функции не работают полностью в смысле исполняя свое предназначение, это есть результат ленности духа, незрелости общечеловеческой культуры, ее вербального выражения, что ведет к омертвлению, к отрыву от творческого жизненного процесса. Сужение функций русского языка также определяется прежде всего, на мой взгляд, сокращением числа часов на русский язык изучения в школах, сокращением количества изучающих его детей, взрослых в различных странах мира. И вот здесь мы с вами уже приближаемся к вопросу, какова же роль русского языка в современном мире. Вы знаете, значит, это безусловно вопрос, я только хотел еще спросить, а вот, например, засорение русского языка, засорение русского языка, вот разными иностранными словами. Ведь если мы посмотрим, сейчас очень много слов, у которых есть в русском языке прекрасные заменители. То есть они были изначально русские. Например, мы говорим, бизнесмен. А почему бы не сказать предприниматель? Вот как вот вы считаете? Знаете, русский язык, это язык, который вмещает в себя уникальность происходящих вокруг перемен. И бывает так, что одно явление можно назвать целым рядом синонимичных слов. И это оправдано. Каждое слово есть безнепространство. И когда оно приходит, мы, наш язык очень любит заимствование. Если, допустим, когда-то нам с вами казались слова папайя, авокадо, или компьютер, сайт, файл, картридж, сложными, но они обозначают те явления, которые приходят в русский язык. Но зато мы с вами уже привыкли к словам помидор, портфель английская, сахар из языка хинди, целый ряд других слов. Мы считаем их как бы уже своими родными. Например, русское слово мышка в компьютерном, скажем, лексиконе какое-то обрело новое значение. Понимаете, это происходит такой обмен, взаимовлияние. И то, что касается засорения или порчи языка, когда-то эту проблему ставил в XVIII веке, еще с Мароков в своем стихотворении о порче языка. Это, конечно, есть такая проблема, и современный лингвист Скворцов, автор, составителя академического словаря «Правильное произношение», «Ударение», который вышел в 2006 год, Москва, Санкт-Петербург, говорит о том, что наблюдается вульгаризация русского языка, лексическое, синтаксическое снижение. Но это не значит, что язык и вот этих многих людей, которые борются за чистоту, за правильность, за грамотность. Есть существует такой упрек, что даже вот наши политики допускают простовечие, жаргоны, лексику иногда даже и не очень цензурную. Но дело в том, что это только демонстрирует человека, демонстрирует его портрет, его культуру. Мне бы хотелось привести слова директора русского языка имени Виноградова, замечательного человека, который сейчас проиллюстрирует мою мысль. Хочу показать вот эту цитату. Он говорит о том, что русский язык подобен музыкальному инструменту. Русский это абсолютно состоявшийся язык. И он достиг такой высокой степени развития, что ему уже ничто не может повредить. Он как скрипка страдивари, которая может оказаться в руках мастера или профана. И от того, что профан сыграет на ней собачий вальс, она не перестанет быть бесценной. Так и русский язык. Татьяна Владимировна, вот здесь бы я позволил себе все-таки не согласиться в некоторых вопросах. Ну, во-первых, когда вы говорите о взаимобогащении культур, понятно, ну, пришел компьютер из английского языка, это понятно. Но я еще раз говорю, когда у нас вот те слова, которые были изначально в русском языке, и вдруг начинают меняться иностранные, вот что плохо. А то, что, ну, компьютер пришел, это естественно, компьютер, он и есть, и в иностранных языках есть русские слова. Вот я о чем иду. А второй момент, то, что можно ли засорить русский язык, можно ли его низвести до определенного состояния. Мне кажется, что если умные люди поставят такую задачу, а она сейчас явно ставится, то можно, в принципе, все. Ну, я только хочу один пример вам привести. Раньше, если мы возьмем литературное произведение, ну, того же Пушкина, Достоевского, мы говорим, это музыка, да, сейчас, если вы откроете современные, значит, книги, это совершенно другой язык уже. Мало того, общаясь с издателями, благо сейчас я дошел до такого состояния, что я могу сам говорить, нет, вот будет так, вот и все. А раньше мне говорили, вот это предложение разбивай, вот предложение очень сложное, вот это нельзя, вот убирай сравнение, главное сюжет, главное динамика, понимаете, и теряется смысл языка. То есть, если поставить задачу низвести язык, другое дело, что да, русский язык очень-очень сильный. Я с вами здесь согласен. Но можно опустить все, можно и сильно опустить, к сожалению. Вот, мне кажется, проблема в чем. Вот. Но вы затронули следующую очень важную проблему о роли русского языка в современном мире. Мне вообще эта проблема очень интересует. Мой замечательный друг, академик Чудинов, например, писал, что в первом веке нашей эры практически вся Европа говорила на русском языке. Русский язык имел колоссальнейшее распространение. Ну, мы знаем, что в странах СНГ раньше, ну, СССР, да, везде был русский язык. Сейчас мы сталкиваемся с проблемами совершенно уникальными. Ну, мы не берем братскую Беларусь, где двуязычек, где, пожалуйста, там в основном все говорят на русском языке. Ну, вот возьмем, например, Украину. Вот проблема травли русского языка. В Крыму русскими же людьми была открыта радиостанция и только один час позволяют говорить на русском языке. Есть регионы Донецк, Луганск, я просто знаю немножко эти регионы. Они говорят, мы говорим все по-русски, а нам не дают говорить. Вот, вот говори вот на местном диалекте, да, вот и все. Вот это, конечно, я уж не говорю о других регионах, там Прибалтка, Грузия, где просто русский язык, вот по официальной только информации, нашей русской информации, значит, его просто практически нет. Если надписи, то они идут на местном языке и на английском языке, забывая о том, что все-таки население-то говорит и думает многое по-русски. Вот, вот, как можно характеризовать такую ситуацию, все-таки, какова же роль сейчас русского языка вообще в современном мире? Вы совершенно правы, что вот если поставить такую задачу, я вам скажу, что в интернете существует информация так называемого комитета трехсот, тайного правительства, в котором такая задача поставлена. Информация официальная, неофициальная, можно так считать, но поставлена такая задача свести лексический словарь подростков в России минимум до шестисот слов. Представляете, человек, у которого его лексический словарь шестьсот слов. Яноличка-людоедка. Совершенно верно. Для сравнения, язык Пушкина двадцать пять, тридцать тысяч слов Достоевского, Толстого, это неограниченные поля сознания. Да. Это совершенно другой космос. Человек есть микрокосмос, это совершенно по-новому звучит. И когда человеком мы сводим... Один студент, он когда говорит, я почти читаю Пушкина, когда я чувствую собственную безграмотность, потому что столько новых слов интересных, а Пушкиным играет просто ими, ну, как само собой разумеющимся. И это, говорит, заставляет меня изучать, лезть в энциклопедии. Что же это Александр Сергеевич здесь имел в виду? Ага. Все волновало, нежный ум поэта, когда ты сам о себе сказал. Да, да, да. Его нужно не просто читать, с его текстами нужно работать. Во-первых, в этих текстах закодирована такая информация, что когда человек читает, знаете, есть такое понятие исцеление словом. Есть великолепная духовная литература. Там такой язык, там такая прозрачность синтаксиса, там такая душа предложений. Когда человек читает эти тексты, он исцеляется. В психологии сейчас есть такое понятие библиотерапия. рекомендуется определенная литература, под определенную музыку, с определенным цветом. Это все гармонизирует, восстанавливает процессы гармонизации, включает процессы саморегуляции человека. Это очень важно. Когда человек научается быть самим собой, он понимает, ему интересно жить, открывать каждый миг бытия, что-то вном. Но это проявляется прежде всего через его язык. Вот в 21 веке, в первом десятилетии мы с вами живем, насчитывается 50 тысяч языков и наречий. Только 6 имеют официальный статус мирового языка, рабочего языка, ООН, ЮНЕСКО. И вот русский язык среди них. Конечно, русский язык... Можно я попробую угадать? Это значит, кроме русского, значит, английский, французский, итальянский, испанский, китайский. Да, и вот русский язык уступает по числу говорящих на нем во всем мире, значит, это 300 миллионов, и уступает, четвертое место он занимает после китайского, английского и испанского. Некоторые лингвисты дают нам такую цифру, что где-то приблизительно лет через 40 испанский язык будет доминировать над английским. Природа этого пока непонятна, такая цифра есть. Вот мне бы хотелось сейчас показать вот такую картинку, чтобы вот русский язык, так скажем, презентовать его историческую справку о статусе русского языка. Действительно, вот 300-350 миллионов русского языка, это люди, которые владеют русским языком, 160 миллионов человек считают русский своим родным, более 130 миллионов из них живут в России. Для остальных это либо второй язык, либо иностранный, но существует еще такая цифра, что около 180 миллионов людей русский язык изучают. И мне бы хотелось показать вот такую карту распространения русского языка в мире. И здесь мы с вами видим, вот синим цветом обозначена территория, где русский язык имеет официальный статус, а зеленые территории, где им пользуется заметная часть населения. Если вы посмотрите целостно на карту мира, то это достаточно весомая территория, весомая граница. Но вот я смотрю, здесь нет у вас Польши, она не обозначена, Польша. Хотя я обратил внимание, что в Польше тоже очень многие владеют русским языком. Правда, к сожалению, есть один нюанс. Вот молодежь гораздо меньше уже знает русский язык, а вот люди, скажем, среднего поколения, вот с которым мы очень много общались, они прекрасно говорят по-русски, очень многие. Польские и русские языки родные, даже мелодика, позвольте, вот маленькая четверостишь, я на польском. Мялым слонечный гаштынич, и бялый чудный дом, смутно есть сердце моему, и смутно есть моим сном, и быту окном им дому, за давних добрых ляд, подшалим себе, подшалим, далекий чешвят, может там было чем-чее, а может целый век, белюхно падал белый, белюхно падал снег. Я вам прочитала по-польски, но вы почувствовали, поняли о чем? Да, да, да. О чем речь? Это родственные языки, на самом деле, язык связывает и времена, связывает народы, он живой, как сама жизнь, он развивается, и одни элементы теряет, какие-то элементы он приобретает. Это становится, конечно, предметом дискуссий, спор, инициатив, и проблема вот русского языка, и в роли в современном мире, можно условно разделить на как бы три таких глобальных, больших моментов. По-разному она стоит в России, по-разному она в ближнем зарубежье, и совершенно иначе она в остальном мире. В России, вот за исключением некоторых районов, позиции русского языка остаются прочными по сей день. Мы сами помним, в начале 90-х годов, эпоху парада суверенитетов, и нам казалось, что начнет вытесняться в национальных республиках России, так же, как вот и в независимых государствах. В целом этого, однако, не произошло, потому что люди понимают, что культура, политика, экономика требуют общего языка. К тому же добавляется большой процент все-таки русскоязычного населения во многих республиках, и что самое главное, привычка национальных элит к русскому языку. Однако есть все-таки регионы, где эти позиции ослабевают. А какие-то регионы? Саха, Якутия. Есть регион, который указывают нам лингвисты, Тува. Отчасти Татарстан. Вот когда Татарстан произвел перевод татарского языка на латинский алфавит, вот это как бы играет такую не очень хорошую роль. И Чечня. Вот в этих регионах вот это наблюдается. Но в целом, России, я думаю, беспокоиться не нужно о том, что русский язык будет оставаться прочим на своих позициях. Иная ситуация в странах вот СНГ и Балтии. Потому что до 91-го года языковая ситуация была принципиально такой же. После того, когда произошли замены в официальных сферах и межнациональном общении русского языка, так называемым титульными языками, мы сами знаем, исключение только составляет Белоруссия, ситуация изменилась. Но процесс идет везде по-разному, разные темпы протекания, различные формы. Например, в Эстонию идет быстрее, чем в Узбекистане. Вот после распада СССР за пределами Российской Федерации, вот есть такие цифры, осталось около 25 миллионов русских. Это большое количество людей. Русские составляют 40% Казахстана. Позвольте, я покажу здесь сейчас такую таблицу. Удельный вес русских в странах СНГ и Балтии. Посмотрите, какой процент. 40% населения Казахстана. Конечно, эта цифра каждый год меняется, но в целом преимущественно остается. Около 30% населения Латвии, 20% населения Киргизии, 21% населения Украины. Ну и так далее. Дело в том, что доля населения, которое владеет русским языком, таково русский язык является вторым языком среди людей, населяющих СНГ, велика. Потому что в целом в странах СНГ и Балтии считается, что около 100 миллионов человек владеют русским языком. Владеют достаточно грамотно. Однако снизить роль русского языка легче там, где титульная нация значительно преобладает. А русскоязычное население не очень многочислено. Литва, Грузия, Армения, Туркменистан. В ряде государств процесс замедляется. Если привести пример, например, к моменту получения Узбекистана независимости, на Ташкентском авиазаводе узбеков работники составляли 1%. Согласитесь, что это очень маленькое. Нужно строить, созидать. Мне бы хотелось показать немножко ту же информацию, но в другом варианте, чтобы продемонстрировать общее количество населения, владеющих русским языком. и подчеркнуть то, что иногда искусственно происходит воздействие на то, чтобы русский язык изгнать из жизни, игнорировать его. Мы говорили, даже в Крыму происходит. В Украине вообще очень интересная ситуация. И реальная роль русского языка во многих сферах там значительна. И язык вытесняется из школы. В результате отмечают, что среди детей школьного возраста в Киеве очень многие в быту говорят по-русски, поскольку семья продолжает пользоваться им. Но читать и писать умеют только по-украински. Дело в том, что в ряде государств сейчас осознаем... Извините, я верю к событиям на Украине. Там Донецк или Луганск. Но там же просто русские регионы. Или Крым. Это просто русский регион. Там подавляющее большинство живет русского населения. Если мы вспомним даже историю, что и Луганск, и Донецк... Это Юзовка. Херсон и другие регионы, они просто были нарезаны туда. Вот пришли новые самозваные правители и нарезали туда им территорию еще в 1917 году. Конечно, то, что мне рассказывали, то, что творится с русским языком, это просто преступление. Но как-то должно как-то, вот я говорю, и наше правительство, наша власть, она должна как-то помогать русским людям, которые живут там. Безусловно, это происходит. И на самом деле в ряде государств постепенно осознают, что часть русского язычного населения, которое, например, встретило события в 90-х годах зрелыми людьми, никогда не сможет привыкнуть к использованию русского языка лишь в качестве бытового. И здесь главный упор делается на систему образования. То есть вот подрастающее поколение воспитывается таким образом, что вытесняется русский язык. И на самом деле, здесь, наверное, нет ничего удивительного, потому что позиция мирового сообщества во главе с Соединенными Штатами Америки, как ни грустно, здесь однозначно. Недопустимо восстановление империи ни в каком варианте. Потому что та империя, которая была, она все-таки была великой державой и с уважением, с трепетом, и даже с некоторым страхом эту империю воспринимали и относились в окружающем мире. Я вообще обращаю внимание, знаете, на что? Вот если мы вспомним из нашей истории, царская Россия, цар, вот империя наша великая, она дала миру культуру высочайшую, пол Европы кормила хлебом, при Советской империи. Как угодно можно ее критиковать. Ну и войну выиграли, и в космос полетели. И только вот сейчас, нынешние, вот сколько вот уже, 20 лет наши либералы и ничего не могут сделать. И не возрождают, и пляшут под дудку Америки. Это пример с русским языком, он показательный. Но здесь есть большое чудо, которое сейчас происходит. Это вот 2007 год, который объявлен годом русского языка. Мы сейчас к этому вернемся. Но мне бы хотелось, знаете, еще обратить внимание на то, что вот вопросы отражения на языковой жизни процессов глобализации мировой экономики, культуры, политики, разноправленный характер этих процессов, мне кажется, которые рождают множество проблем. Есть выход. Это выход в воспитании языковой толерантности, терпимости, уважению к культуре языка друг друга, к философии языка. И, конечно же, когда вы говорили о том, что русский язык это язык великий, и вот ссылались на работу профессора Чудинова, существует много сейчас таких работ. Вот очень интересная работа Бориса Татищева. Это специалист в области, так можно сказать, ФСБ. Он изучал, имел доступ к разным документам. И он называет русский язык праязыком. Он говорит о том, что основа основ русский язык. Если мы сами посмотрим на работы профессора Юрия Петровича Минина, который в своей книге «Разгадка русского алфавита» пишет о том, что в каждом букве заключена такая звуковая вибрация. Как помните у Брюсова «Верь в звук слов», смысл тайн в них, что при помощи определенного сложения букв мы можем получать информацию и ответ совершенно на любой вопрос. Это уникальная личность, очень интересный человек. Вот такие исследования идут. И это вот нас с вами сейчас приближает к разговору о роли русского языка уже в остальном мире. Дело в том, что до недавнего времени где-то это было ощутимо, где-то нулевой, потому что как в Соединенных Штатах и Великобритании изучали мало русский язык, так это и по сей день. В странах, которые были дружны с СССР, было более лояльное отношение к языку. И русский язык в мире как бы вызывал интерес в трех аспектах. Как язык Ленина, как язык Гагарина и язык Пушкина. Но здесь все понятно. Язык Ленина, сейчас его идеи резко в мире упали. Хотя надо отметить, что в Китае до сих пор читают работы Ленина. Особенно популярностью пользуется его работа материализм, империокритицизм, как невыдивительно. Язык, но однако вот нет сейчас среди современных русских политических, экономических теорий ни одной такой, чтобы она хотя бы была минимально популярна на Западе и чтобы хотелось читать на русском языке об этих теориях. Если говорить о языке Гагарина, то подразумевается грандиозный язык, язык науки, добившись значительных успехов. И это, конечно, универсально. Тем не менее, успехи СССР в космосе, в свое время повысив международную роль русского языка, каким-то образом сейчас вот эти позиции несколько ослаблены, потому что мы наблюдаем за успехами других стран в этой области. Конечно, есть сейчас те области в науке, в российской науке, которые значимы, и иностранные ученые читаются, стараются читать на русском языке. Остается язык Пушкина, то есть язык великой русской классической литературы. И вот сейчас нередко у нас, стремясь распространить русский язык за рубежом, в первую очередь используют именно такую мотивацию, то есть апеллируя к великому языку классиков. Но вы знаете, существуют определенные моды. Вот, например, во времена Горбачева в Японии с удовольствием читали Достоевского, Толстого, а сейчас как бы интерес вот, в общем-то, утих. И это должно подкрепляться международным влиянием современной русской литературы. Конечно, сейчас за рубежом получают некоторую известность художественные творения, литература некоторых наших мастеров. В Польше, например, из современных не знает никого. Вот это настолько маленький такой потенциал, что, конечно, этого не хватает. Никого из современных нет, но вот из современных классиков Маринину и Донцову, двух великих наших классиков, там, вот, истают, А вот из этих никого, значит, нет проблем. Ну вот поэтому эта проблема вот нашим президентом в этом году поставлена однозначно, когда он издал указ. И в этом указе, вот я специально принесла его маленькую копию, для нас с вами интересно посмотреть буквально на то, что вообще такой указ есть, такой документ. И здесь интересно формировка того, что это все создано для того, чтобы укрепить позиции русского языка в мире, навести мосты, и где происходит обращение к Министерству иностранных дел, чтобы эту информацию во всех странах обосновать. И удивительно, что 76 стран откликнулись, вот еще одну такую картинку я приготовила, 76 стран, это, в общем-то, достаточно хорошее такое число для нас, которые заинтересовались пожелали участвовать в этих мероприятиях. Более 900 мероприятий запланировано в различных странах, и уже это проведено. И когда действительно впервые в 2007 году в послании Федеральному собранию Российской Федерации президент заговорил о том, что забота о русском языке и рост влияния российской культуры это важнейший социально-политический вопрос, он поставил новую задачу. И вот то, что это в 76 странах сейчас отмечается, это очень важно. К настоящему моменту проведены десятки содержательных, запоминающихся мероприятий, событий в разных странах. Вот очень интересная была лингвистическая международная выставка во Франции, когда это было открытие года русского языка. Выставка прошла в Париже под девизом, вот, обратите внимание на девиз, русский язык первый язык общения в космосе. То есть, вот как бы, вот этот вот фундамент остается, и мы вправе его развивать, потому что мы действительно первые люди, которые заговорили в космосе по русскому языку, на русском языке. Извините, у нас времени остается очень мало. Один еще очень вопрос, мне кажется, любопытный будет для наших телезрителей. А вот как вы думаете, что будет с русским языком, просто пофантазируем, ну, лет через 200, скажем так, замечательный вопрос. Дело в том, что, вот, наверное, это предугадать не сможет никто точно сказать, потому что речь идет о эволюции языка. А эволюция языка процесс медленный. Его обновление, развитие, складывается с накоплением потерь. Это, как бы, знаете, такое незаметное движение часовой стрелки. Фонетика, морфология, синтаксис, это глубинные уровни языка. Язык развивается медленно. Но вот по тем сложным законам, по которым развивается язык, как часть мировой энергоинформации, энергоинформации мира, он конгруентен законам развития общества, законам развития психики человека. И вот мне бы хотелось сказать о том, что, чтобы у нас был через 200 лет хороший результат, нам необходимо обратиться и на новый фундамент подставить литературу просветительства. И здесь, мне кажется, очень важную роль сможет играть библиотечное дело. Потому что вот существует уже библиотечная ассамблея Евразии, которую возглавляет наша российская государственная библиотека. Их деятельность направлена на формирование единого информационного библиотечного и социокультурного пространства. Но, к сожалению, мы имеем цифры, что библиотечные фонды и само колесо библиотек в странах СНГ очень малочисты, например, на одну библиотеку около 1800 человек. Например, в Узбекистане такая цифра. Но, тем не менее, вот это библиотечное дело информационными книгоиздательскими, архивными, музейными, другими организациями, учреждениями должно сотрудничать, проявляться для того, чтобы не каждый может позволить себе купить, приобрести, может быть, какую-то литературу, которая хорошая литература, сейчас хорошие здания, они дорогостоящие. Но прийти, попасть в библиотеку это очень важно. Но это опять касается системы образования и воспитания, чтобы Россия опять стала читающей страной. Помните, как раньше иностранцы восхищались? Таксисты в Москве все читают, в метро люди читают. И, конечно, вот это вот просвещение, в последнее время усилилась вот такая тенденция движения. что читают? Да. Раньше был, ну, культовым, были какие журналы? Ну, мне, слово очень культовые не нравится, но просто, ну, наиболее читаемое, скажем, это Новый мир, Наш современник, ну, и так далее. А сейчас что читают? Hello, там еще что, да? Анекдоты. Анекдоты, да. Желтая пресса, видите, вот такое читают, поэтому есть. А вообще, Антон Владимировна, я вам скажу, что у нас есть интересный целый блок передач по нашим библиотекам. мы будем встречаться с руководителями крупнейших наших библиотек, региональных библиотек, но если у вас будет такая возможность и желание, мы бы тоже пригласили вас на одну из таких передач, потому что те проблемы, которые вы ставите, они тоже очень интересны. Вот, но, к сожалению, время нашей передачи уже заканчивается. Огромное вам спасибо за действительно интереснейшую информацию, огромнейшее вам спасибо за те добрые слова, которые вы говорите о русском языке, действительно, о нашем языке, когда все вроде пинают, толкают, мы делаем опять же работу по, мы поднимаем это все дело. Спасибо вам большое. Но, уважаемые телезрители, а с вами мы попрощаемся, до следующих встреч, до свидания, Владимир Ивановна. До свидания. Всего доброго.